Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект рок-энциклопедия от A до Z. И сегодня мы узнаем о таком музыканте, как Тони Миллс. Хотя этот музыкант прославился в харде и мелодик-роке, его первые команды играли панк. Тони Миллс родился в Бирмингеме 7 июля 1962 года. В 14 лет он стал вокалистом группы The Rip Offs, а немного погодя в качестве басиста присоединился к Cracked Actors. В 1980-м с панк-роком было покончено и, пройдя стажировку в Overdrive, Orion и Enigma, Тони возглавил аурформацию Shite. Пока команда поднималась к вершинам, в ходе гастрольных туров Миллс успел перезнакомиться со многими кумирами своей юности, такими как Гэри Мур, Митлоуф, Магнум, Юйфо и Микронсон. А во время пребывания в Америке ему довелось принять участие в работе над дебютным альбомом Cinderella. В 1991-м Тони ушел из Шай с целью начать сольную карьеру и его с удовольствием пригласили на MCA. На запись дебюта лейбл выделил в помощь вокалисту, звукоинженера Энди Макфессона, гитариста Боба Максима и ряд музыкантов из TCC и Set Cafe. Но по непонятным причинам работа осталась незавершенной и материал провалялся на полке порядка 10 лет. В 1992-м Милс сколотил проект Science, которым выпустил пару альбомов, и в бытность которого подрабатывал на сессиях у Слейт, Саймона Харрисона, Дэйва Цейлора и Кози Паула. Когда команда распалась, Тони примерно с год возглавлял трибютную бригаду YYZ, игравшую кавера Rush. Во второй половине 90-х его постигло разочарование в музыкальной индустрии, и вспомнив о своем инженерном образовании, он покинул большую сцену. Тем не менее, Милс не упускал случая посидеть в студии с участниками Шай, а на рубеже веков воссоединился с прежней командой, чтобы записать с ней пару альбомов. Только в 2002-м вышел его первый сольник, причем на диск попали треки начала 90-х. Открывал программу хардроковый номер Only Love Knows Lie, но остальные вещи с Крузер больше напоминали Аор от Шай. Свежак от Тони появился в 2005-м, причем Freeway to the Afterlife был уже абсолютно не похож на его предыдущее творчество. А при прослушивании этого микса из блюза, соло, фанка и джаза, на ум первым делом приходили ассоциации с Дуби Бразес, Амброзия и Стиледен. В середине нулевых Милса пригласили пофронтменствовать в Свит, но проведя с ними тур по Дании, он вернулся в Шай. Впрочем, в своей команде он надолго не задержался, поскольку ему поступило заманчивое предложение от TNT. Заняв должность солиста этой норвежской группы, он также отвлекался и на всевозможные сторонние работы, а в 2008-м выпустил сольник Vital Designs, в котором проявились его хардроковые наклонности. Наступление следующей декады ознаменовалось переездом музыканта в Норвегию, а также ростом числа проектов, в которых он принимал участие. В этот же период с Милсом случился сердечный приступ, чуть не стоивший ему жизни, а впоследствии это печальное происшествие подвигло Тони на запись альбома под названием All of My Dead Body. Основу программы составляла смесь мелодичного металла и аор, и эти же компоненты были представлены на пластинке 2017 года, но только Streets of Chance отличался от своего мрачновато-личностного предшественника жизнерадостностью и позитивом. К сожалению, проблемы со здоровьем вскоре вновь дали о себе знать, и в апреле 2019-го было объявлено, что у Милса диагностировали финальную стадию рака. Так или иначе, музыкант держался до последнего, и на прощание записал весьма достойный альбом, довольно жесткий и, как всегда, достаточно мелодичный. Beyond the Law завершил дискографию Тони, а 16 сентября 2019 года 57-летний фронтмен Шай и TNT отошел в мир иной. Продолжение следует...